Привет, друзья! Я обещал показать, что за той картиной старый друг был. А это картина регата. Это мы все взлетаем, летим, когда снимаем напряжение, делаем разгрузку и так далее. Суть того, что я хотел сказать сейчас, почему люди чувствуют себя некоторые одинокими, почему они остаются одинокими, почему у них бывает так, что все валится из рук, и почему у них бывает так, что кто-то их не понимает, и почему они могут быть вечно кем-то недовольными. Ну, вот по существу. Ну, просто потому, что, чтобы понять, почему ты бываешь одиноким, надо помнить, что каждый человек – это Вселенная, это целая планета. Ну, как же ты можешь быть не одиноким? Это первое. Второе. Потому что, чтобы тебя понимали, чтобы ты был не одиноким, тебе надо просто быть человеком. Человеком, да. Вот эти самые вечные человеческие качества – любить, созидать, сопереживать, сотрудничать. Надо быть человеком. Вечные человеческие ценности. А они у нас иногда выпадают. Выпадают, ну, например, не доспал ты. Ну, не доспал ты, и тебе вдруг надо ответить на звонок, и звонок неожиданный, а ты в напряжении, ты раздражаешься, ты не те слова сказал, ты не в понимании человека, который вообще не понимает, что ты был занят, или там не досыпал, или что, он слышит там какой-то не тот, и он перестает тебе хорошо относиться. Да, ты не знаешь, что делать. Ну, главное – вечные человеческие ценности. И когда ты в критических ситуациях сохраняешь свою целостность, когда ты помнишь, что ты человек, ты в конечном счете, в результате, в большинстве количества случаев, чаще, ты вызываешь уважение, вызываешь любовь, доверие. Но эти моменты, они же, собственно говоря, описаны во всех заповедях. «Люби ближнего своего, да, в чужом глазу ты соринку не увидишь, а в своем глазу глазинку видишь, а в своем глазу бревна не увидать». Ну, есть люди такие, которые по своему характеру, ну, такие заносчивые, они думают, что они просто самые умные, да, и сразу критикуют других людей, даже не глядя. Ну, а поэтому эти люди остаются одинокими. Человечности надо больше в человеке. И все бывает в порядке. Хотя это трудно. Я сам иногда не сдерживаюсь. Могу там вспылить, раздражиться, не то сказать. Потом я извиняюсь. Надо извиниться. Но об этом же, обо всем сказано, и в заповедях сказано, и во многих этих самых притчах, и о смирении. Ну, надо это правильно понимать. Потому что мы иногда вот под этим смирением не совсем то понимаем. Смирение имеется в виду эго свое убирать. Когда эгоизм на первом месте, соответственно, это создает барьеры в коммуникации, во взаимопонимании, в сопереживании. И поэтому я говорю, что мы, каждый из нас, это планета. И чтобы быть не одиноким, надо быть человеком. И соединение происходит, как я говорил в своем афоризме, когда сходятся наши желания, открываются наши возможности. А теперь до встречи, друзья. Две недели пишу книгу. А вы там бегайте по моим видео, просматривайте старые видео. Там много-много интересного. Я вот иногда сам посматривал. Ну, боже ты мой, неужели я такие высшие, говорил, умные? Да, там про творчество, про искусство, про здоровье, как разгрузку делать, бесплатный ликбез против стресса. Как делается ключевой стресс-тест. Там очень много, очень много. Смотрите по названиям. И еще смотрите, сайт stress.su и хсайт.ру Там очень-очень много. Смотрите, не скучайте, не скучайте. Мы не будем одинокими, потому что мы развиваем себе человечность. А для этого надо быть целостным. А для этого надо лучше высыпать, по крайней мере. Лучше высыпаться, чтобы сохранять в себе целостность, чтобы сохранять в себе гармонию с собой и с миром. И тогда мы будем все вместе, друзья. Вот как просто, да? Ты планета, ты вселенная. А если ты сохраняешь в себе целостность, человечность, человеческие качества, то ты никогда одиноким не будешь. Но иногда бывает желание побыть одному. Да. Но это уже совершенно другое. Это не одиночество. Это не одиночество. Это совсем другое. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok